Ничего не понимаю! Многие нейтральные страны не смогли устоять перед искушением, прекрасно понимая, данное оружие будет использовано против России. В финансовом плане предложения казались очень выгодными, вот и списывали сгоревшую на складах технику и боеприпасы. К середине лета 2023 года большая часть с трудом собранного была уже утилизирована или очень близка к этому. Русская военная машина эффективно и размеренно перерабатывает все, что поставляется киевскому режиму. Запустив своеобразный насос по сбору вооружения, в преддверии больших изменений и формирования новых сфер влияния в мире, вольно или невольно, но США ослабили значительное количество средних и малых стран. В ближайшие 5-7 лет основным критическим ресурсом в мире станет безопасность. Проданное или утраченное по глупости вооружение нельзя будет приобрести, восполнить резервы, даже заплатив в несколько раз больше, чем ранее получили от Запада. Дефицит надежного, проверенного, простого и доступного вооружения в ближайшие годы будет очень высоким. Не понимая истинную ценность продаваемого, в надежде на компенсацию и возможность легко купить необходимое в среднесрочной перспективе, многие добровольно разоружили себя, по сути отдав свое будущее. По мере распада глобального мира, глобальной связанности, уже в ближайшие 2-3 года выяснится, что в мире очень мало стран, способных самостоятельно выпускать военную технику, хотя бы на уровне 20 века. Готовых эту технику продавать на экспорт даже младшим партнерам и союзникам, не говоря уже про нейтральные страны, окажется еще меньше. В первую очередь производственные мощности будут запускаться для собственных нужд, интересов и обеспечения безопасности. Свободного рынка не будет, право на покупку нужно будет еще заслужить. В России есть все шансы стать одним из крупнейших поставщиков, получая от продукции ВПК больше, чем от любого другого экспорта. Для многих стран станет большим сюрпризом, что придется держать ответ, как ранее полученное вооружение оказалось на территории ВПК. В любом случае, в лучшем случае, стоимость вырастет, а ассортимент и количество снизится, в худшем даже разговора не будет. Частично данную потребность могли бы закрыть поставки из стран Юго-Восточной Азии, но в ближайшие годы уровень напряжения в регионе будет только нарастать. Экспортный потенциал сократится в разы. Гонка вооружения и подготовка к воинам там только начинается. Вопросы выживания будут важнее экономической выгоды. Активная фаза вооруженного противостояния Запада и России по верх территории боя Украины длится уже полтора года, но ВПК США и их союзников продолжают работать в мирном режиме, когда следовало бы увеличить выпуск кратно. Западным производителям необходимо не интенсифицировать, увеличивать нагрузку существующих мощностей, а расконсервировать, создавать новое, чтобы обеспечить рост не на десятки процентов, а в несколько раз. Необходим кардинальный пересмотр норм и процессов закупки, снабжения, финансирования и производства ВПК, но производителям это не нужно. Частным коммерческим корпорациям и их хозяевам много выгоднее сохранять существующий режим, законтрактовав заказов на 5-10 лет вперед. Наращивание объема производства в разы приведет к изменению процессов, срочным новым проектам, росту государственного контроля и ответственности, снижению рентабельности. У США нет возможности увеличить военный бюджет еще в несколько раз, придется внимательнее относиться к расходам, ломая сложившиеся схемы. Рентабельность производителей давно довольно быстро упадет до единиц, если не до далее процентов, вместо привычных десятков. Как бы корпорации не сопротивлялись, но свой налог гособоронзаказа и счетной палате придется вводить. Кратный рост объемов производства ВПК не только не приведет к увеличению прибыли, но и очень сильно осложнит жизнь. Помимо этого взлета из-за объемов последуют финансовые отчеты о рентабельности, после чего произойдет снижение долгосрочной оценки стоимости компаний, капитализации. Инвесторы будут четко понимать и закладывать. Через некоторое время объемы производства обратно упадут, мощности будут закрывать, а рентабельность на довоенный уровень вернется не скоро. Потребуется несколько десятков лет бесконтрольного финансирования и трат военного бюджета. Начинать придется с низов. И да, важным результатом саммита НАТО в июле 2023 года стало присоединение ЕС к антикитайскому курсу, что приведет к росту напряженности в Юго-Восточной Азии и снижению перспектив экспорта из этого региона. Есть о чем подумать. Спасибо, что дослушали заметку до конца. Пишите ваши комментарии. Я вам желаю всего хорошего. Продолжение следует...